Год назад Галина Куприянец замерзала в своей квартире. С ледяными стенами боролась больше 20 лет. Пока вместе с соседями не сменила управляющую компанию. Теперь в 16-м доме в 14-м микрорайоне заявки выполняют оперативно. Прошлой зимой приняли временные меры. В этом году к утеплению подошли капитально. 1 октября приходит главный инженер, с ним ещё мастер. Кажу, до сына звонил, Серёжка приедет, приходил главный инженер, сказал, что начали работу. Серёжа приехал, сказал, что ты хотя бы не выходь, потому что ты всегда будешь сварить. Они тебе так делают, как самому себе. Во-первых, пенопласт тонкий, один говорит так, стоя ставит, один поперёк. В квартире Галины Куприянец поменяли и батареи. Теперь в доме тепло и уютно. Сделали от души. Я не могу даже нарадоваться. Сделали они вот это всё. Работа муниципальной управляющей компании под контролем администрации города. Поэтому заявки выполняют качественно и в срок. По-другому работать не получится. Так считают и специалисты. Количество заявок, поступающих к нашим диспетчерам, в наших условиях Крайнего Севера зависит всё от погодных условий. Непосредственно, если мороз поднимается минус 30 ниже и ещё ниже, то, соответственно, по сантехническим именам тепловодоснабжения участку будет больше заявок. Это замёрзла холодная вода, замёрзла КНЛ, замёрзло тепловодоснабжение и так далее. Поэтому это считается аварийной заявкой. Мы их отрабатываем в первую очередь. Ответственно к своей работе относится и Светлана Федорищева. Она третий год трудится в муниципальной управляющей компании. Мы твоим руководством семь домов. Два раза в неделю мы производим влажную упорку. Раз в месяц у нас полностью производится мытьё этажей, мытьё перил, протираем ящики, подоконники, батареи. Никуда не хочется уходить отсюда. График устраивает. Всё. Коллектив хороший. В муниципальной управляющей компании работает более 130 человек. Сегодня они обслуживают 17 многоквартирных домов. И не только. Это у нас обслуживание социальной сферы. Это детские сады, школы. Потом фактор нашего производственного. Второй – это у нас управление МКД. То есть многоквартирные дома. Здесь у нас трудятся сантехники, электрики, рабочие по комплексному обслуживанию, дворники, уборщики, лестничные марши. Спектр очень большой. Работают на совесть и подают пример остальным. Алла Ислаева, Никита Мищенко. Новости Губкинского. Новости Губкинского.